Музыка И да, крайне замечательное место Там еще есть кролики, свинки Хомячки у хомячков Просто хомячковый рай Я покажу вам это еще раз Ну идемте Вот мы и пришли Вот эта организация Совсем недалеко от моего дома Смотрите, требуется Поход за животными 5 дней В неделю по 6-7 часов И здесь и приют И пансион Все, что хотите Ветеринарные услуги здесь есть Ветеринарные услуги мы в другом месте Получаем у нашего частного врача Ну идемте До нашего Вот мы пришли Смотрите, какое царство для хомяков Там гуляют собаки С добровольцами Это собаки приютные Ну, наверное Где-то, может быть, там и в оба тура Потому что их выгуливают Всех вместе Это приходят дети Тут из школы Оттуда, отсюда Просто вот с собаками Бесятся, гуляют, играют Но обычно собак, которые в пенсионе Выводят работники Они добровольцы Не знаю даже, кто больше в Востоке Подростки или собаки Потому что те, по-моему, тоже не очень Знают, что с ними делать А вот, смотрите, вот они Красавцы-хомяки Какой белый, серый Ушами красавец Там двое отдыхают Наверное, отдельно девочки И отдельно мальчики Восхами красавцы Там двое отдыхают Объекты Душа Они не концентрируют Душа Душа А тут кролики, кролики, а на одной стороне морские свиньи. И здесь свиньи, смотрите какие свиньи, мы заходим сюда. Вот это прогуливается только от дна. Здесь все собаки, тут никого нет, где-то отдыхают, пенсионер. Бонни, Бонни, вот как белая булочка, очень хочу куда-то пописать на пакеты, а то девушке повезло с беленьким. Она себе нюхает, она все наплевает. Олечка. Какая компания. Я не знаю, что я знаю. Эмми, все нормально? Что ты испугалась? Взрыв! 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 Чай, кофе и поработать! Почему у меня здесь мусорка? Кто не знает? Взрыв! Итак, ребенок в садике. Бонни дома. Отдыхает и расслабляется. Я немножко должна поработать. Мусор тоже должен поработать, получиться. День проходит замечательно. На улице, наверное, 30 градусов. Никто и не ожидал, что это будет иначе. Потом нас ждет с вами еще много интересного. Я иду себе искать юбку. Мне нужна какая-то юбка, которая для поездки будет подходить. Для поездок в общем. Я знаю, какая-то джинсовая, приталенная. Слегка расклешенная. Не прямая. А вот что-то такое. В то же время, из плотной ткани желательно из джинсов. Потому что у меня есть несколько. И я их уже затаскала до нефтя. Поэтому оставайтесь со мной. Кстати, кто меня спрашивал, где я купила вот тот свой шикарный красный рюкзак? Это вот этот магазин. Топ тип. У него в Тель-Авиве где-то еще есть несколько пилиалов. И есть у них сайт в интернете. Топ тип, посмотрите. Вот он. Смотрите, зашла в Худис. Тут есть вот такие вот рубашки, типа голубей, только сделанные как рубашки. Это вискоза. Все-таки джинс растущенный внизу. Хорошо смотрится только вискоза. Вискоза. Ну, в общем, вот такая. И рукавчики. 150 шекелей. Вторая за полцена. Вот они. Там дважды малыш. Вот они. Ага. Привет. Здравствуйте. 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 Сынок. Ну, сейчас я посмотрю, что это сами сумочки. А это оience? Не, не, не. Это 50%. Вот это что то осталось. Я просто их убрала с Матаха. Их чуть-чуть уже осталось, и у меня уже уже это. Оцентская океана. Ооцентская сумочка. Молодой. Ай. Это черненький прибавка. Смотри, с какой платьем милитари. Все бы ничего, но у него спина, видите, голая шубейка с вышивкой. Для тех, кто сильно скучает по холодам, полицейское платье Кастро не отхопало, и рукава красивые. Вот мама какую себе сумку купила. Смотрите, точно тот же самый дизайн, только без регалий и не подделка с фальшивым принтом, а вот именно так все скромно и красивенько. Есть длинная ручка еще вот там внутри, можно прицепить. Так что Диами Грантам стоило что-то за 350 шекелей вместо 700 с чем-то. Только у нее полная цена, тут дайся гляну. Да, видите, 725 была полная цена, это остатки такие из прошлой коллекции. Как вы думаете, если я одену кофту с надписью 1987? Я второй сезон себе ищу такую юбку. И они сделают на кнопках. Это как? Это встал и остался без юбки? С имитацией пуговиц, видите, но это тупо кнопки. Ну верхняя еще ладно, пуговица, почему остальное не сделают пуговицы? Как вы думаете, если я одену кофту с надписью 1987? Люди решат, что я в этом году родилась и люди решат, что я в этом году закончила школу. А это, блин, разница большая. Поэтому я ее оставлю здесь. Ну вот я пришла домой. Всем здрасте, с вашего позволения попью. И давайте я покажу, что же я купила в конце концов. Ну сумку вы, наверное, уже видели. Покажу ее поближе. Так, здесь от Герлен. Мама покупала какой-то крем, по-моему, или сыворотку какую-то. Не помню. Но обязательно доберусь до этого. Посмотрю, я отчитаюсь. И мне досталась косметичка золотая. Очень хорошо пойдет мне для поездки. И две такие штучки тоже для поездок. Замечательно. Это, что у нас, лосьон для лица какой-то. Вот такой вот. И какая-то маска для лица, с которой можно спать. В общем, что-то такое. Интересно. Попробуем. Как раз для следующей поездки мне будет хороший вариант. Микрофон чуть не упал. Дальше купила себе шлепанцы. Какая-то бразильская марка. Она называется Terra & Aqua. Что-то такое. Да. То есть, земля и вода. Вот такие вот. Стоили они около 20 долларов, 80 шекелей. В прошлом году я такие покупала за 100 шекелей. Но не суть важно. Сделаны в Бразилии. Это хоть один размер. А то, знаете, может же попасться. И я не люблю шлепанцы. Вот такие вот. Типа Хаваяна. С штампованной подошвой. Из просто какого-то вот этого куска. Непонятно, чего они ее вырезают. Я не люблю такие. Я люблю литую подошву. Вот такого вот типа. Ну, как крокс. Знаете, сделаны. Которые. Ну, это конечно не крокс. Это другое немножко. Но тот же самый принцип. Что это не просто кусок какого-то. Я его называю пенопластом. Какого-то вот этой вот штуки. Которые проштампованы. К нему приделаны. Это как бы, видите, литая подошва. Которая изготовлена достаточно адекватно. И они приятно пахнут. В общем, очередные. Выбросила просто свои. Купила новые. У нас они практически круглогодичные тапки. Поэтому прикупила. Цвет такой приятный. Нормальный. Взяла 39 размер. Вроде нормально. Нет, так поменяю. И что-то еще. А, вот здесь мне еще всякие дали пробники. Тоже. В Герлен. Извините. В Герлен. Вот такие два какие-то крем для лица. Она сказала, что он не тяжелый. И мне тоже можно пользоваться. Но я в основном пользуюсь такими вот кремами, которые для кожи постарше. После полетов. Во время перелетов каких-то. И после чего-то такого. Потому что в полете там сухо. И ты прилетаешь и похож просто на какой-то ходячий кошмар. И что у нас здесь. Я не знаю, что это. Терракота. Что-то там. В общем, будем разбираться. Вот. Нечто вот такое. В виде вот здесь пробника. Я не знаю, что это. Потому что я вообще не большой любитель косметики. В плане того, чтобы ее изучать. Исследовать. Поэтому все, что попало из пробника. Все будет очень интересно. Попробовать. Так что два таких у меня есть. И давайте я вам покажу сумку. Это тот же самый магазин. Который я вам показывала. Я вообще начала себе искать сегодня. Юбку для поезда. Какую-то джинсовую. Приталиную. Чтобы ее не надо было гладить. Чтобы она была не продуваемая. Слишком ветром. Не знаете. Какой-то гипюрчик такой. Который летает. Потому что в Европе все-таки холодно. И в то же время. Чтобы она была тоже не стремная. Простая джинсовая юбка. Вот у меня есть несколько такого типа. У меня есть одна из плотного материала. С шерстью. Серая. Такая тоже очень красивая. Объемная. Но она очень тяжелая. Я вот еще что-то приталинное. И расклешенное такое вот. Чтобы использовать именно тоже. Для поездок в Европу. Когда там уже прохладно. Я люблю в юбках ходить по городу. Мне это приятно. Мне это кажется классным. Я люблю сочетание юбки с ботинками. С Доктор Мартинс. И не очень люблю ходить вот как многие. Да. В джинсах. И ну как-то мне это скучно. Ну что уж можно. Джинсы, куртка. И нету больше другого выбора. Тут можно какие-то погодки другие. Можно что-то там. Да. И кроме юбки мне надо было также. Для того чтобы. Что здесь такое. Ездить в поездки. Надо было купить небольшую сумку через плечо. Чтобы она закрывалась на замок внутри. У меня есть очень много небольших сумок. И через плечо. И все что угодно. Но они все вот как бы вот так. И все. То есть на вот такой вот этой штуке. А это. Если посмотреть здесь. Да. Вот есть кнопочка. Здесь кожа. Это тоже итальянская кожаная сумка. Два слоя кожи. Здесь кожа и здесь. И здесь вот она открывается еще. И замок. Замечательно. Внутри еще кармашек есть. И без всякой проблемы можно все что нужно туда поместить. Не думаю что я буду пользоваться внутренним кармашком. Она стоила 290 шекелей в том магазине. Да. Итальянская кожаная сумка. Простая. Ничего особенного. Вариант из раздела. Как сейчас модно. Металлизированная кожа. Но это видите такая. Между металлом и лаком. При этом мне кажется что в жизни она смотрится не как искусственная кожа. Очень часто кожаные вещи которые лакированные. Металлизированные. С какими то вот такими вот покрытиями как вода. Они выглядят достаточно. Это все дешевит. Выглядит офигово. Разве что ботинки доктор Мартинс мои. Лакированные. У меня здесь. Мне кажется вот они выглядят. Знаете тут уже не ошибешься. Они выглядят достойно. На остальное все как то дешевится. По моему эта сумка выглядит тоже неплохо. Но опять же дело тут вкус и личного восприятия. На мое личное восприятие это вполне нормально. Она не черная. Она такая. Как это называется. Мокрый асфальт еще. И с размытием. С разлитым бензином. Что то такое. Нет. Оно разными цветами не переливается. Просто видите такой мрамор что ли. Сера мраморная. Здесь синяя. Кому как. Да. Вот такая длинная ручка через плечо. Замечательно будет работать. Можно взять конечно вот таким образом. Что тоже для меня очень большой плюс. Когда вот можно так. Потому что у меня очень часто устает плечо от сумок. И мне надо было именно маленькую сумку. Чтобы я туда положила помаду. Телефон. Паспорт. И все остальное все пойдет куда то в другой отдел. Поэтому мне кажется что очень даже неплохой вариант. Посмотрим сколько она мне прослужит. Как я уже говорила сумки я ношу только кожаные. Я не ношу сумки не кожаные. Потому что все таки хочется. Чтобы это было нечто что прослужит мне достаточно долго. А все что не кожаное оно очень быстро разваливается. И я в общем не люблю не куртки. Вот это как говорят веганская кожа. Типа искусственная. Оно все выглядит и носится очень. Мне вот например себе одеваю даже с самого замечательного кожзама какую то вещь. Мне тут же жарко. Некомфортно. И противно. Поэтому я ношу вот или материал или уже кожу. Да когда не могу себе позволить кожу. Нахожу какие то другие аналоги. Сумки не обязательно из кожзама. Есть очень много интересных матерчатых сумок. Поэтому когда я не могла себе позволить покупать сумки. Вот эта сумка стоила недорого. Что то около 80 долларов. Да что то такое. И когда я не могла себе позволить 80 долларов. Что тоже в общем для сумки это копейки. Но не всегда есть и они. Выкинуть. Я покупала себе просто сумочки из материала. Которые можно было найти и за 10 и за 20. И тоже они замечательно служили. Вот для меня да. Лучше материал простой чем кожзам. Но тут дело опять же такое кто как что воспринимает. Так что вот такая сумочка поедет со мной в следующий раз в поездку. Ну и да. На этом все. Большое спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok